Здравствуйте, друзья! Снегурочку? Конечно, сейчас будем рисовать снегурочку. А то ролик про Деда Мороза я выложила, а ролик про снегурочку что-то вот сейчас только буду создавать. Смотрите, вот для меня снегурочка, это вообще девчонка, это хулиганская, просто шкодливая девочка. Она, ну, 8-9 лет. Вот больше я снегурочек вообще просто не представляю. Там какая-то модельная красавица. Нет-нет-нет, эта малышка очень такая вот веселенькая. Эта малышка вот вообще такая совсем не взрослая. И вот смотрите, вот у меня вот такая вот малышка получилась с такими ясными глазами и с такой шкодливой улыбкой. Я думаю, такие девчонки у некоторых-то и есть из вас. Вот сейчас мы такую девочку нарисуем. Что нам с вами? Вот по палитре ничего говорить не буду, вы сейчас сами все поймете. Я открыла все вообще гуашевые красочки. Вот они, все гуашку, всю гуашку открыла. Сейчас буду тут смотреть, что это. И смотрите, вам потребуется губочка, краски удобные для вас. Я, как всегда, рисую на формате А4. Мы сделаем такую небольшую хитрость. Хитрость заключается вот в чем. Ну, во-первых, мы возьмем с вами какой-то кружочек. Вот видите, у меня какая-то баночка. Вот нашлась такая баночка. Я ее сейчас обведу. И у меня будет вообще очень ровный овал лица. Так как это малышка такая вот маленькая, то я решила, что это не будет, вот овал лица не будет похож на яйцо. А это будет кружочек. Поэтому я вот раз и кружочек сейчас и обведу. Карандашиком обведите. Посмотрите, что у вас там удобненькое есть. Вот такой вот овальчик очень симпатичный. Давайте сразу сделаем цвет лица. Ну, во-первых, это нежная, маленькая, хорошенькая девчонка. Поэтому у нее просто нежный-нежный розовый цвет лица. Ну, не поросячий, конечно. Так что возьмите, прям с горкой белил возьмите. Возьмите немножко охры. Сделаем такой охристый. Светлая-светлая охра должна быть. Вот такой вот. И сюда, в этот цвет, положите немножко красного. Красного чуть-чуть. Лучше сначала положите на кончики кисточки. А потом, если увидите, что такой вот бледноватый цвет, то и еще добавьте капельку. Вот такой вот у меня цвет вообще очень нежный получился. И этим цветом я закрашиваю лицо этой малышки. Вы знаете, здесь важен ровный овал лица. Важен. И для того, чтобы у вас высыхая, вот красочка ложилась на лицо очень ровно, замеса сделайте многовато. Вот многовато. Поэтому вы кисточкой сможете контролировать ровность ваших мазочков. Вот видите. Вот у меня прям как раз очень-очень здорово все. Здесь вот скрыть овал, как у Дедушки Мороза, бородой, там, кудряшками не получится. И вот так вот прогладив, вот у вас получится ровный-ровный цвет. Теперь определитесь с шубкой. Шубка голубенькая. Шубка какая будет там? Она может быть зеленоватая какая-то. Ну, стандартно голубая шубка. Поэтому давайте мы сейчас белый с синим смешаем, получим голубой. Такой вот голубой. Можно и поярче сделать шубку. Прямо она такая будет ярко-голубая. Вот. И вот сюда просто вот такой, знаете, вот прям колокольчик сделайте. Колокольчик. Вот. И этот колокольчик давайте закрасим. Здесь будьте осторожны. Вот постарайтесь не попасть на подбородок. Потому что будет очень трудно исправлять и подбородок, шубку. То, понятно, это ерунда. Единственное, что мы можем сделать, мы тоже, конечно, хитрость-то свою имеем. Не просто так мы тут с вами собрались. Понятно, что рисовать лица, особенно женские лица, конечно, трудновато. И поэтому приходится выдумывать какие-то такие вот секретики, которые помогут сделать все очень хорошо. Ну вот, если вы хотите, а как вы не хотите, конечно, вы хотите, добавьте немножечко, добавим. Вот так вот, чуть-чуть я добавлю плечи. Вот. Плечики добавим, капельку. Здесь у нас с вами пройдут косички. Я хочу прям косички с одной и с другой стороны. Вот. Но ручки у Снегурочки должны быть. Вот такая заготовочка получилась у нас с вами. Сейчас мы сделаем фон. Любой фон делайте. Прям вот какой вам нравится. Хотите там фиолетовый наводите по своей фантазии. Ну, я вот стандартно, у меня много вот такого бирюзового. И я сейчас все закрашу вот таким вот бирюзовым цветом. Стараясь аккуратненько обходить голову Снегурочки. Так. Вот смотрите. Вот у меня получилось. Вот так вот я сделала. И сейчас давайте с вами сделаем, сделаем волосы Снегурочки. Давайте сделаем волосы. Так. Мы сначала знаете, что сделаем? Мы вот просто наметим глазки. Где они будут? Вот возьмем беленькую красочку. И на середине головы просто поставьте точки. Вот прям примерно, где будут вот эти, где будут глазки. Они находятся на середине лица. Глаза у людей находятся на середине лица. Поэтому найдите середину и вот так вот глазки поставьте. Теперь удобной кисточкой, которая вообще вот уютненькая для вас. Давайте получим цвет волос Снегурки. Желтый. Смешаем с охрой, с небольшим количеством охры. Вот. И добавим в этот замес чуток беленького. Прям чуток беленького добавим. Вот так вот. Вот они светлые. Светлые волосы. Сейчас посмотрим. И вот здесь вот где-то на серединочке, да? Вот. До линии лба. Вот примерно вот. Ну, буквально, знаете, вот сантиметр. Вот. И я рисую волосы по голове. Прямо вот по кружочку головы. Она у нас будет в кокошнике. Не в шапочке. Вот мне хочется кокошник сделать. И смотрите. Вот здесь уже внизу чуть-чуть мы, наверное, охры-то добавим. И посмотрите. Вот здесь вот, наверное, все уже высохло. Так. Забыли мы, знаете, что? Я забыла. Мы сейчас вот так вот сделаем. Вот. Прошу прощения. Мы ей сначала лучше сделаем воротничок. А потом уже вот... Сейчас я вам покажу. А потом уже по воротничку мы пустим волосы. Вот так вот. Видите, да? То есть сначала воротничок, а по воротничку уже косички пойдут. Так нам будет просто-напросто удобнее. Для того, чтобы сделать ей воротничок, губочку возьмите, что у вас там есть, какая-нибудь губочка. И кисточкой нанесите на губку, почти сухой, сухой кисточкой нанесите белый. И вот здесь вот, смотрите, если вы зашли синим, например, ну вот голубым, зашли на подбородок, его уже трудно просто исправить. Тогда вы вот этим воротничком чуть-чуть заходите на ваши ошибки, какие у вас там имеются. То есть вы воротничком скрываете свои ошибки. Ну, как будто у Снегурочки вот этот вот пух, да, мех, пух с мехом от воротничка зашел немножко на подбородок. И вот тогда ошибка будет скрыта. И так удобнее будет рисовать. Ну и вот так вот прогладим вот здесь вот у нее. Вот. Прям мех тут наводите уж какой вы хотите. Вот. Все вроде бы прикрыли, все вроде бы закрыли. Тот, кто хочет, может прям воротничок вывести. То есть у меня просто меховой. А здесь можно и вот так вот вывести воротничок, да. Поняли меня? Вот так вот можно вывести прям вот под мех. Ну, это уж как хотите. Так. И вот теперь, конечно, бы надо подождать, пока это все высохнет. Ну, ладно, сейчас посмотрим. И теперь наводим косички. Давайте косички наведем. Смотрите. Косички идут вот таким вот образом. Вот вы рисуете вот так вот раз. Ну, их несколько раз придется про это прокрашивать. И вот такие как бы овальчики в овальчике или лепесточки в лепесточке вы прямо выводите вниз. Вот сюда вот. С одной стороны и с другой стороны. Сделайте и с одной стороны, и с другой стороны. Тогда, если еще какие-то ошибки у вас возникнут, то мы их исправим. Вот этими вот волосиками. Вот, смотрите, видите? Вот так вот. Вот они, вот эти вот лепесточки и легли. Здесь вот более темненьким вот сюда мы еще раз вот так вот пройдемся. Хотя уже вот, видите, я вот так вот сделала хорошо. Вот. Все здорово. Еще пока не высох подмалевок фона. Но зато я могу сделать глазки. То есть подберите какую-то крышечку. Глазки у ней будут достаточно большие. Знаете еще, кого мне эта девочка напоминает? Помните вот Вовку в 39-м царстве, да? Там три Василиса. Слет юных Василис у них был. Вот если вы посмотрите в интернете, точно вот эта вот снегурочка из той оперы. То есть большие глазки и очень такое круглое личико. Я вот совершенно недавно этот мультик пересматривала. Я его обожаю. И там вот эти вот, наверное, вот эти вот картиночки мне и навеяли вот такую вот сделать снегурочку. Итак, смотрите, что мы делаем. Мы берем вот этот вот колпачок. И края колпачка мы делаем голубой краской. Значит, нам нужно получить голубую. Вот здесь вот у меня голубой уже есть. Такой вот он немножко подсох. Вот, и я получаю голубой. Еще раз получите его. И края колпачка обведите голубым. И аккуратненько поставьте на лицо. Прям аккуратненько. Здесь красочки должно быть очень немного. Вот, давайте мы сейчас вот так вот раз. Так, совсем мало. Ну ладно, я увижу. Тогда вы постарайтесь сделать чуточку побольше. Так, и сюда тоже. Вот здесь вот посмотрите, чтобы было аккуратненько, чтобы было ровненько. Потому что, ну вот так вот, даже если, ну и даже если один глазик будет чуть-чуть там повыше, ничего страшного в этом нет. Ну, кстати, у нас, у нас с вами лица несимметричные. Тот, кто думает, что симметрия есть, нету симметрии в нашем лице. И один глаз и больше, вот у меня точно один глаз больше я смотрела и проверяла. И вот этим вот голубым цветом закрашиваем глазки. Они большие. Прям большие такие глазки. Она у нас такая лупоглазая. Вот говорят, лупоглазая девочка. Вот эта вот наша Снегурочка будет такая девчонка лупоглазенькая. Закрасили тоненькой кисточкой. И второй глазик. Закрасим. Так, сделали два глазика. Посмотрите, пока не могу там делать зрачки, пусть еще вот это вот, такие вот прям круглые вот эти озера глаз подсыхают. Мы с вами сделаем носик. Носик. У нас для носика имеется уже вот замес. Такой вот он прям розовенький у меня, этот замес. Его можно капельку восстановить, то есть беленький смешать с красненьким, с небольшим количеством красненького. Вот такой вот розовый у нас будет носишка. И этот носик нарисовать он не очень будет низко между глазками, прям совсем не низко. Смотрите, что вы здесь можете сделать. Если у вас не один такой колпачок, а их несколько, вот вы можете подобрать какой-то колпачок, который подойдет для носика. И смотрите, не целиком его мазать, а помазать вот прям вот буквально небольшой кусочек. Вот просто небольшой кусочек. И раз и проставить. Вот видите, вот у меня вот так вот такой носишка вот уже образовался. Этот носик можно кисточкой и поправить. Если же нету колпачка такого, то возьмите и карандашиком. Вообще я всегда советую гуаши, гуашевым краском брать какие-то цветные карандаши. Тогда вам будет, ну вообще это будет в помощь. Вот здесь вот небольшой носик и может быть. Этот носик вот, если вы хотите, чтобы он не был просто вот такой вот черточкой, вы можете чистой кисточкой, чистой влажной кисточкой капельку этот носишка размазать. Вот смотрите, я его размазываю и он получается вот такой вот хороший, объемный, розоватенький носик. Вот. И белым возьмем белым и поставим просто блик на носике беленький. Прям раз, блик вот такой вот. Вот и хорошо. Давайте сделаем щечки. Щечки сделаем губкой. Смотрите, что я сделала. Я просто вырезала такой вот кружочек. Понятно, что ровного кружочка не получится. Но вот какой получился кружочек у меня. И давайте розовым же этим цветом, которым мы рисовали с вами носишка, мы сделаем, если замесика у вас маловато, то еще получите, кисточкой помажьте. Вот эту губочку помажьте. И давайте нанесем щечки. Прям вот так вот примакиваем. Вот, они более естественные получаются. Конечно, их можно нарисовать. Но тогда, знаете, есть риск получить матрешку. Просто матрешки мне не хочется. Поэтому я делаю вот губочкой. И губочкой получаются очень естественные щечки. Вот такие вот они хорошие. Они могут быть поярче, они могут быть понежнее. Вот сейчас у меня понежнее получились. Перед этим вот снегурочка, видите, здесь яркие щечки были. Тоже не суть важна. Мы тренируемся, как получается. Если вы вот в этот же розовый замес, далеко ходить не надо, мы добавим с вами охру и добавить немножко еще красненького, то получится цвет ротика. Знаете, вот здесь может быть засада в чем? Вы начнете выводить ротик и чуть-чуть ошибетесь. И этот ротик, он просто превратится в такой большой-большой-большой рот. Не хочется этого делать. Поэтому сделайте ротик просто дугой. Вот просто такая дуга. Возьмите и сделайте. Вот мне немножечко неудобно. Ну ладно. Сейчас мы вот так вот сделаем ротик. Вот такой вот дугой. Вот так вот. Раз. Опять-таки, что можно себе, чем можно себе помочь? Помочь можно карандашом цветным. Вы можете и не делать замесы, а можете просто подобрать цветной карандаш и сделать вот такую вот дугу. Вот смотрите, этого вполне достаточно. Ну, честно говоря, можно даже и нижнюю губу прорисовать. Вот капельку вот так вот. Раз. Подчеркнуть. Вот. Совсем такая малышка. Вот смотрите. Вот. Ну, уже хорошо. Даже не буду трогать. Ничего не буду делать. Все. Вот в принципе, если у вас такой результат получится, это супер. Вы супер молодцы. Так. Давайте теперь, пока мы тут воевали с ротиками. Потому что, знаете, вот если губы увеличить, это будет уже совсем не вот эта вот шкодливая девчонка. Это уже будет повзрослевшая такая вот девушка. Уже, не дай бог, супермодель. Совсем не хочется этого. Никаких супермоделей вот в Снегурочке я не вижу. И это вот хулиганская девчонка. Так. Подсохли. Давайте тоненькой кисточкой сделаем глазки. Сделаем, наконец, зрачки, чтобы она на нас смотрела. Прямо черным цветом. Если вы подберете еще крышечку поменьше, в общем, у нас Снегурочка из сплошных каких-то крышечек состоит. Ну и что? А зато получается очень классная девчонка. Так. Сделали. Куда-то она у меня наверх смотрит. Тут я не знаю что. Что там? Какие-то... А, там же Дедушка Мороз. Конечно. И она такая вот... Смотрите, глазки у нее такие получились. Вот она кажется такой послушной, да? Вот эта девчонка прям вот кажется послушной. На самом деле ничего она не послушная. Так. И смотрите. И проведем очень аккуратненько линию. Вот такую вот радугу-дугу проведем. Одна и вторая. Опять-таки цветной карандаш вам в помощь. Просто помощник вот здесь. Для того, чтобы вывести красивое лицо, он вам помощник. Вот. Смотрите, какая хорошенькая. И реснички давайте сделаем. Прям не очень большие. Не надо никаких больших ресничек. Ничего такого. Вот такие ясные, чистые глазки послушной девочки. На самом деле дедушка уйдет. Тут, я думаю, прям все это и развернется. Ну, я не знаю. Вот я такую девочку рисую. Может, у вас прям будет очень смирная девочка. У меня вот такая девчонка. Так. Теперь смотрите. Что еще можно сделать вот в этих глазках? В этих глазках можно, конечно, мы сейчас поставим блики. И не один, а можно прямо и два, и три ставить. Вот. А смотрите, чтобы было еще хорошо, мы вот здесь поставим, вот в уголках глаз, мы поставим тоже белые такие линии или белые точки. Смотрите, что у вас получится. Или точки, или линии. Вот, посмотрите. Если кисточка вам позволяет, то можно еще внизу провести просто полосочки. Совсем ясные глазки получатся. Вот она какая малышка. Смотрите, какая. Ну, это точно снегурочка, правда? Вот ничего другого здесь не скажешь. Просто снегурочка, просто хорошая девчонка. Так. Теперь давайте любимую вашу кисточку берите. И сейчас сделаем голубым же. Вот этот голубой-то у меня и есть этот замес. Я, опять-таки, далеко никуда не пойду. Так, его только побольше сделайте. Прям побольше. Возьмите тоненькую кисточку, тоненькой кисточки. Мы сейчас кисточкой наметим ее кокошник. Смотрите, как его рисовать. По центру мы сделаем сейчас оси, которые нам помогут. Так, здесь. Вот здесь. И с этой же стороны кисточкой замерьте, прям где пройдет. И по размерам. Так, вот сюда. Вот такие. Такие, как лучики. Как лучики. Это нам с вами в помощь для кокошника. Вот этот лучик должен равняться этому лучику. А вот эти лучики тоже должны равняться между собой. И тогда кокошник будет хороший. Все, и выводим кокошник. Выводим кокошник. Посмотрите. Так вот. Раз. С одной стороны. И по этим линиям с другой стороны. Вот он. Такой красивый кокошник. Он может быть поменьше. Он может быть побольше. Но вот у меня такой хороший большой кокошник получился. Теперь давайте закрасим его. Давайте сделаем цвет этого кокошника. Возьмите еще побольше беленького. И вот здесь, посмотрите, он очень хорошо ляжет по вот этому подмалевку. Просто замечательно. Просто замечательно. Этот нежный цвет. И еще раз кисточкой. Прям прокрашиваем весь кокошник. Так. Посмотрите. Все. Нам осталось с вами еще немножечко, чуть-чуть пройтись по волосам нашей снегурочки. Капельку показать, что они заплетены в косички. Как это сделать? Еще раз возьмите охру. И возьмите небольшое количество коричневого. Прям небольшой-небольшой коричневый, коричневатый такой цвет. И вот этим коричневатым, посмотрите, и давайте прорисуем капельку вот здесь вот волосы нашей снегурочки. Ну, можно и вот такую вот челочку ей сделать хулиганскую. Почему нет? Кто сказал, что нельзя? И посмотрите, как вы делаете косички. Вы обводите ваши лепесточки. Вот так вот. И кончик лепесточка заходит на следующий лепесточек. Вот так. И с этой стороны то же самое. Так, вот посмотрите, какие славные косицы получились у моей снегурочки. Здесь мне хочется чуть-чуть высветлить. Я вот в этот коричневый, я добавлю беленький. Все работает такой вот в одной гамме. И чуть-чуть высветлю вот по бокам эти косицы. Можно капельку желтенького. И если они там вот у вас поднялся вверх подмалевок вот синей шубки, да, то возьмите вот желтенький, смешайте с белым. Помним, что белый уплотняет вообще любой цвет. Прям уплотняет. И получается очень хорошо. Получаются прям вот объемные косички. Видите, вот, и вот капельку уже беленьким, прям вот здесь вот на серединочке пройдитесь. Вот и все, наша малышка готова. Давайте будем украшать кокошник. Хотите белым украшайте, хотите синим украшайте. Да каким хотите здесь вот просто любой цвет будет хорош. Я немножечко, даже фиолетовый пройдет. Будет очень-очень здорово фиолетовым. Давайте я сейчас вот немножечко фиолетовым сделаю капельку. Вот узорчики такие. Наводим узоры. Прям морозные узоры. Или если вам трудно эти морозные узоры рисовать, рисуйте какие-то ракушечки, рисуйте какие-то звездочки, рисуйте снежинки. Все, что вам нравится. Вот, и вот сюда тоже самое. Вот так вот, чтобы линии были интересные. Вот трудно провести ровную линию. А заведомо неровную линию провести легко. И сделайте так, чтобы у вас как будто это было, ну вот как надо, да. Вот здесь вот посадите какие-то такие интересные штучки. То есть вы здесь работаете в основном методом примакивания кисточки. Вот. Примакивайте кисточку. И будет нам с вами счастье. Вот, смотрите, кисточку подобрала прям удобненькую. Здесь вот примакиваю. Можно какие-то узоры наводить уже, как ваша рука возьмет, на что вы там способны. Так. Можно и здесь какие-то. И вот чем больше вот таких примакиваний, которые рядышком находятся, тем интереснее. И будет казаться, что это вообще профессиональнее. Что вы прям вот супер-пупер такой вот художник. Смотрите. Вот так вот я это делаю. Ну и хочется беленького чего-то. Я сейчас прям совсем нежно-нежно вот фиолетовый сделаю. Вот сюда нежно-фиолетовым еще раз можно пройтись. Вот сюда можно пройтись нежно-фиолетовым. Сюда уже, вот я смотрю, все подсохло. Кисточку помойте. Можно и уже беленький довести. Но только беленький. Чтобы он хорошо ложился. Не забывайте в него добавить немножко воды. Тогда будет очень-очень здорово. То есть он легко, ваша кисточка с этим цветом, будет скользить по бумаге. Ну, если не знаете, что рисовать, рисуйте снежинки. Это все понятно. Тут вообще всем все ясно. Что снежинки это спасение. Точки, листочки, лепесточки. Так, вот сюда я еще выведу. Вы посмотрите, легким движением руки можно усложнить любой рисунок. Просто любой. Просто. Вот такая вот у нас с вами хорошая девчонка. Ну, если хотите, сделайте наброск. Я что-то пока наброска не хочу делать. Но просто точки, просто снежинки, просто звездочки на фоне сделайте. Будет очень-очень здорово. Если вам в помощь нравится все это делать ватной палочкой, тоже будет очень-очень классно. Будет очень хорошо. Вот у меня две девчонки. Две такие хорошие девочки получились. Вот смотрите, вот они такие славные. Две девчонки. Вот одна такая. Ну, вот эта почему-то чуть-чуть постарше. И мне кажется, по-хулиганисти. А эта помладше. Вот она хотела хулиганскую. Получилась такая очень правильная снегурочка. Я желаю, чтобы у вас своя снегурочка получилась. Чтобы она у вас получилась. Рисуйте, радуйтесь, наслаждайтесь. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. До новых встреч. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok